Эксперименты со светом и декорациями, сложная хореография и эмоциональная насыщенность. Все это постановки Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана «По ту сторону греха». Это кардинально переработанная постановка спектакля «Карамазово» 1995 года, созданного по бессмертному произведению Федора Достоевского. Теперь увидеть легендарную постановку смогли чебоксарские зрители в Чувашском государственном театре оперы и балета. Переработав свой спектакль, Борис Эйфман создал эмоционально насыщенную балетную психодраму. «По ту сторону греха» современное в техническом и художественно-выразительном отношениях сценическое произведение, поднимающее извечные проклятые вопросы. В условиях тотального ценностного кризиса XXI века хореограф обратился к незыбливым нравственным основам и сочинил балет о богоборчестве и богоискательстве, верии и безверии, природе человеческой греховности и духовном спасении. И, конечно, артисты должны были справиться с такой непростой задачей. Ведь помимо хореографического материала нужно еще овладеть мастерством драматического актера. «Сам, когда готовишься, помимо того, что Борис Яковлевич нас готовит, я читал книгу, я смотрел фильм советский, где братья Карамазовы. И помимо этого всего Борис Яковлевич тоже вносил все свои коррективы. Потому что ему со стороны виднее, как режиссеру, хореографу, как это должно быть, какая эмоция должна быть. Потому что все равно сам не замечаешь до конца, даже если есть зеркало, как это должно». Расширяя возможности языка тела, как средство познания внутреннего мира человека, режиссер предлагает свое видение основных идей романа великого классика. Спектакль «По ту сторону греха» не только развивает традиции психологического балетного искусства, но и стремится выполнить другую, не менее сложную творческую задачу. Создать пластический эквивалент, гениально раскрытый Достоевским темам мучительного бремени и разрушительных страстей, дурной порочной наследственности. Балет – попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых. Создатели постановки сознательно отказались от переноса на балетную сцену некоторых сюжетных линий романа. Но важнейшей в произведении была и остается тема веры. «На мой взгляд, это все равно, это как бы все братья, они в поисках Бога. Потому что, как бы что ни происходило по роману, по сюжету, все равно в конце они идут к Богу, идут к кресту. Понятно, их младший брат Алексей, он их соединяет. И то его Карамазовщина тоже постигает. Ну, как и всех братьев, она все равно в крови есть. Я думаю, что, на мой взгляд, это, думаю, поиск Бога, идти к религии. Вот это все». Младший брат Алеша Карамазов унаследовал религиозный строй души. Он всех любит и не помнит обид. Именно этот образ нужно было создать на сцене. «Ну, да, я могу сказать, что это совершенно не типичный такой балетный спектакль. То есть я весь балет в рясе. А весь балет, у меня хореография то ли такая иконоподобная, то ли я разрываю себя на части. То есть нет таких классических па. И помимо вот хореографического этого текста, нужно и добавлять вот эти живые эмоции. Но это постепенно вот набирается. Вот у меня сейчас будет, мне кажется, 12-й уже спектакль в этом образе. И я только сейчас начинаю чувствовать вот какую-то такую эмоциональную свободу в этом. И мне это очень нравится, это очень интересно». Затрагивая темы веры и гармонии, мы шаг за шагом приближаемся к обретению самих себя в несовершенном меняющемся мире. И наверняка многие зрители после просмотра постановки еще раз откроют и перечитают страницы нестареющей классики. А для артистов самые большие награды были и будут искренние эмоции и аплодисменты.